Всем привет, друзья! С вами Денис Паречко и давайте обсудим только что вышедший фильм в прокат Человек-паук, третья часть, нет пути домой. Я сходил на данный фильм вчера и спешу поделиться с вами своим мнением и каким-то разбором некоторых моментов, которые были в этом фильме. Для начала давайте без спойлеров, для того чтобы никого, скажем так, если кто-то еще не успел посмотреть, не пугать этим мнением. Ну а потом же я поставлю специальную меточку, где уже расскажу свое мнение со спойлерами, поделюсь какими-то деталями и моментами в целом, пасхалками, отсылками, которые вы могли, может быть, не понять или упустить. Итак, давайте возьмем для самого начала, что третья часть Человека-паука от Джона Уотса, она насыщена огромным количеством фан-сервиса, так как киновселенная Марвел ввиду своей уже вот огромности, масштабности, она просто переполнена этими отсылками и теперь вынуждена отсылаться даже на саму себя в каких-то моментах. Я могу сказать, что мне, как вот фанату Человека-паука, я в принципе положительно отношусь конкретно к этому персонажу, мне фильм понравился, он легкий, он достаточно такой комедийный. И в принципе не могу сказать, что это какое-то кино такое, знаете, сложное, ветиватое, где надо разбираться и думать, что же там все-таки происходит. Нет, это абсолютно такой тривиальный, простой, супергеройский фильм, в котором можно просто получить удовольствие. По крайней мере, я его получил и именно это мне и понравилось. То есть я, соответственно, вот вхожу в кино за получением удовольствия и если фильм достал мне его, то почему бы мне не назвать его хорошим, да? По поводу оценки в инстаграме я уже поставил ему 9 баллов. Давайте сейчас попробую объяснить, почему именно 9. Потому что можно было бы поставить и 8, но до десятки в то же время он не дотягивает. Данный фильм имеет большое, на мой взгляд, количество сюжетных каких-то дыр и пробелов, которые авторы вроде как и попытались заполнить, да? Но при этом они есть и объяснения им нет. То есть для тех, кто хорошо, в принципе, разбирается в киновселенной Марвел, он сможет их, я думаю, обнаружить без какого-либо труда и при просмотре фильма он скажет, типа, почему так? Почему не по-другому? Из какого-то запоминающегося звукового сопровождения я тоже не могу ничего назвать, хотя в титрах числилась композиция Электро от Ханса Циммера. Я не знаю, была ли она использована еще во втором фильме с Эндрю Гарфилдом, я просто не знаю, поэтому не могу сказать. Но даже если там был Циммер, то он как-то не запомнился мне при просмотре. Дальше, видеоряд. В принципе, неплохой, но поначалу почему-то я вот с эффектом кринжанул, и я могу сказать, что они не супер выдающиеся. Да, вот потом, ближе уже к середине концовки, они разгоняются, начинают набирать обороты и, соответственно, более-менее впечатлять зрителя. Наверное, можно было бы поставить действительно 8 баллов данному фильму, но я поставлю 9, так как я все-таки именно, повторюсь, фанат Человека-паука. Мне нравится эта вообще вселенная, в том числе новая, с Томом Холландом. Да, я и фанат старых фильмов. Поэтому вот такие вот от меня 9 баллов. Теперь немножко про впечатление того, как именно я сходил в кинозале, в котором я был. Мне очень понравилась публика, народ кричал. Народ, грубо говоря, хлопал, орал, да. При этом всем это было очень атмосферно, и мне это очень понравилось. Я не знаю, как есть, ходили вы или нет, как было у вас. Если ходили, то отпишитесь в комментариях, какая была реакция зала на те или иные события у вас в кинотеатре. Мне очень понравилось. Пощутил себя как будто вот в Америке, вот в лучших традициях, когда у них там кричат на любом почти моменте. Тут было это все к месту, и мне понравилось. Но опять-таки в спойлерной части об этом поговорю более подробно. Тут просто такое легкое мнение, и рассказать вам в общих чертах, о чем этот фильм, без спойлеров. Поэтому, если вы фанат Паучка, я думаю, вам однозначно понравится. Сходите обязательно в кинотеатр. Не потеряйте эти ощущения. Не заспойлерите себе фильм. Как это сейчас наверняка очень легко можно сделать. И в принципе, я думаю, тогда вы получите то же удовольствие, которое получил я. Лично я поставлю эту девятку просто за ощущения и за полученные эмоции. На этом все. Без спойлерной части я постарался сделать ее менее, скажем так, объемной. Более объемной сейчас будет как раз-таки спойлерная часть, а не спойлерная. Итак, специальное уведомление. Будь готов, друг. Если ты не смотрел фильм, сейчас будут спойлеры. Теперь возвращаемся уже к спойлерной части анализа фильма. И давайте, чтобы было проще, пойдем по порядку. Я буду просто обсуждать, что вот было вкратце. И понравилось, не понравилось. И какие-то отсылки, мемы, которые вы могли не понять из того, что помню я. Самое начало фильма раскрывается... Самое начало фильма, по сути, является танцом, прямым продолжением вот второй части. Вот где она ровно заканчивается, начинается третий фильм. Раскрывается личность Питера Паркера о том, что он Человек-паук. И он подходит МД и улетает с ней домой. В самом деле, мне вот это вот первая вступительная часть... Я думаю, вы понимаете, примерно, что тут происходит. Если смотрели, то еще не понимаете. Идет некое угнетение на Питера Паркера. Давление со стороны общественности. Потом какие-то дальнейшие угрозы, там, вплоть до тюрьмы и все такое, да? Ну, окей, это... Сейчас подойдем вот к самому главному. Я просто хочу рассказать про в целом, про вот это вот впечатление где-то первых 10% фильма. Мне не очень понравилось. Там были вот какие-то смазанные эффекты, анимации, полетов на паутине. Мне не очень понравилось. Я не понял, зачем это нужно. Потому что оно скорее сделано, как какая-то карикатура. Какая-то попытка сыграть в шутку, нежели серьезность. И действительно, то есть, понимание того, что, ууу, лично человек опуга раскрытый. И теперь там на него могут набрасываться люди. То есть, там это просто, как бы, ну, какие-то чуваки все время к нему пристают. Там, да, может доходить до того, что они домогаются, там, бросаются чем-то. Но не более. При этом все это все равно продолжается с юмором. Появляется хэппи, появляется тетя Мэй и так далее и тому подобное. После того, как проходит некий тюремный процесс, адвоката они требуют. Я думаю, вы понимаете, кто появляется. Появляется Чарли Кокс, который является сорвиглавой. Он был сорвиглавой в сериале от Netflix, который, в принципе, он не признан каноном. Но теперь актеры, вернувшиеся к своим ролям, исполнявшие роли Уилсона Фиска, Кингпина, Винсент Дианофрио и Чарли Кокс, собственно, сорвиглава, возвращаются к своим ролям уже во вселенной MCU, киновселенной Мардл. Тут, конечно, был первый звоночек, зал начал орать. Потому что это действительно неплохой актер в этой роли. Мне он тоже очень понравился. Эмоции были, когда адвоката, и появляется он. Это было классно, мне очень понравилось. Это был такой первый звоночек. Ну, а потом начинается уже дальнейшее движение по фильму. И Питер обращается к доктору Стрэнджу. В принципе, мы все это знаем, потому что это преамбула описания фильма, по сути. Питер обращается к доктору Стрэнджу за помощью. С целью того, что он предлагает ему сотворить заклинание, которое даст всем забыть, кто такой Питер Паркер. И как бы окей. Они делают впоследствии, естественно, что Питер это все еще ребенок. Он как-то немножко портит заклинание Стрэнджа. И на свободу вырываются все так или иначе люди, которые знали тайну Человека-паука. По-моему, но умерли. Как-то так там это подавалось. В общем, для того, чтобы вы понимали, возвращаются, в принципе, злодеи из всех старых фильмов о Человеке-пауке, которые уже были. Это Доктор Осьминог, это Зеленый Гоблин, это Электро, это Ящер, это Песочный Человек. Вроде всех назвал. Начинается уже первая порция фан-сервиса. Сначала мы встречаемся с Доктором Осьминогом. После этого... И тут как бы все окей. После этого идет короткая встреча с Гоблином, но Доктор Стэндж телепортирует и Доктора Октавиуса, и Питера в Камартадж, где начинает объяснять, что, собственно, произошло, и что теперь нужно собрать всех злодеев как бы в одном месте, чтобы потом их отправить обратно. И Питер отправляется это делать. И вот тут вот начинается у меня лично первая несостыковка. Он отправляется искать злодея, и это оказывается Электро. И там за него заступается Песочный Человек, потому что, как мы знаем, в третьей части с Тоби Магуайром Песочный Человек, в принципе, стал положительным персонажем. Он помог Питеру и ушел с пути злодейства. И вот у меня первый вопрос, каким образом Песочный Человек из другого фильма оказался с Электро, из фильма с Эндрю Гарфилдом. То есть, как они оказались в одном месте, не могу объяснить. Народ тут как-то не сильно отреагировал. Ну, то есть, понятно, они были и были. Там же был представлен первый черный костюм. Точнее, это он не первый, получается, наверное, из второго фильма костюм вот этой черной мартышки. После этого Паук также их ловит, грубо говоря, отправляет в эту камеру. Кстати, совсем забыл сказать, что в камере уже находился, когда по прибытию Октавиуса, находился уже ящер. Терис Эванс, если я не ошибаюсь, его исполнял роль в первой части Amazing Spider-Man с Эндрю Гарфилдом. И я вот могу сказать, что ящера я не понял вообще. Мне не нравилась его ни внешность, ни его какие-то фразы. Я вообще просто вот не понял этого персонажа. Он просто сделан тут как будто клоун был. Да, для меня вот он оказался неким клоуном. Просто в костюме динозавра, его постоянно называют динозавром. Его постоянно стебут, прикалываются над ним, и он выглядит как клоун, в принципе. И говорит тоже бред какой-то полный. Окей, словили мы остальных злодеев. Остается, получается, зеленый гоблин. Только один. Звони Питеру. Тетя Мэй. Говорит, что к ней кто-то пришел. Перед этим была сцена с гоблином, где он сбрасывает маску и якобы становится неплохим персонажем, хочет уйти от своей личины. Питер идет в приют под названием Fist. Тут я уже подумал, что сейчас, возможно, нам как-то покажут Мартина Ли. Если кто-то не знает, кто такой Мартин Ли, это еще один суперзлодей, который как раз-таки является частью этого приюта. Приют еще раз называется Fist. Я не помню, как на русском он расшифровывается. На английском вот пять букв Fist. И Мистер Негатив там часть данного приюта главенствующая. Я думаю, его покажут, но нет, не показали. И, собственно, в приюте сидел Уильям Дефо, исполняющий роль зеленого гоблина, который якобы сознается, и он уже неплохой вовсе, он ищет помощь. Для меня началась какая-то уже вторая потом комичная часть. Все эти злодеи начинают общаться между собой. Они пытаются там шутить. Окей. В итоге Доктор Стрэндж говорит, что все, их поймали, можно их отправлять назад. И Питер, естественно, с этим не соглашается, потому что он хочет им помочь. Возможно, можно их как-то исцелить, потому что они уже поняли, что это все люди, которые умерли, сражаясь с Человеком-пауком. Завязывается драка с Доктором Стрэнджем. И вот тут вот она мне очень понравилась. Питер действительно дает попотеть верховному чародею. И, в принципе, это было интересно смотреть еще с эстетической точки зрения. Графически это было приятно. Много эффектов. Все, в принципе, похоже на Доктор Стрэндж первую часть, где вот эти небоскребы складывающиеся. Это еще и, по сути, и начало Кристофера Ноона. Ну, в этом моменте мне понравилось, испытало некое удовольствие. В итоге Питер успешно побеждает Доктор Стрэндж, оставляет его висеть на паутине в своем зеркальном пространстве. И предлагает злодеям вылечить их. На что те, по кумеков, подумав, поразмышляв, соглашаются. И тут для меня как бы второй уже разрыв шаблона. Как бы, почему они соглашаются? Почему бы что-то не придумать и, я не знаю, не сделать с Питером? Ну, ладно. Они отправляются домой к Хэппи, который пока там временно прилетил и тетю моей Питера. Представляете, да, группировочку такую прям моргал и повыкалю. Прям вот это вот все. Заходит такая группировочка домой, где Доктор Осьминог, Зеленый Гоблин, Песочный Человек, Электро. И Питер с помощью прибора Старка, который позволяет собирать буквально все, что угодно, конструирует для начала первый чип для Доктора Октавиуса, который позволяет ему взять контроль над щупальцами. И, по сути, Доктор становится обратно положительным персонажем. Такой же прибор делает он для Электро, который позволяет ему сдерживать эту энергию. Там чип на грудь ставится. И тут что-то вот начинается. То есть, понятно, что, допустим, Гоблин, он остается, в принципе, отрицательным персонажем. Но Электро внезапно, он тоже не хочет лечиться. Он хочет силы. Он видит этот реактор. Ему все, ему нужно это. Он не хочет уже никуда уходить. Песочный Человек по непонятной вообще мне причине, который вроде как положительный персонаж, он решает присоединиться к Электро. При этом он почти весь фильм твердит, что я хочу попасть к дочери. Ну, под зачем тогда ты соглашаешься как бы на это? Вот для меня просто это непонятно. Хорошо. Затевается драка. А, и, кстати, еще один момент. Третий ящер. Ящер, я вот про него забыл, потому что он остается в фургоне сидеть. Ребят, представляете, в фургоне. Вот вы оставляете суперопасного преступника в фургоне. Он там постоянно что-то типа бьет по этому фургону. При этом он вроде как добровольно там остался. Тоже я не понял. Вот ящера до сих пор не могу понять, зачем и почему он такой, какой он есть. Кстати, там же еще приезжает Джей Джона Джеймсон, то есть Дэли Бьюгл. Теперь Дэли Бьюгл это как бы не новостной портал. Это все еще новостной портал, но как бы блок из интернета, где сначала Джей Джона Джеймсон в начале фильма вещает на зеленом фоне, а потом уже он как бы переезжает в какую-то студию, потому что он, видимо, раскрутился. Это просто такая итерация Джей Джона Джеймсона, в отличие от других вселенных. Мне она понравилась. Итак, начинается диверсия, зеленый гоблин, там ящер, все врываются, электро отбирает прибор, точнее, этот Старка, который генерирует энергию. И получается доктор Осьминог в принципе единственный, кто там ничего не хотел вроде делать, но как-то тоже огребает он. Завязывается драка, и давайте скажу сразу, по итогам этой драки умирает тетя Мэй. Это было читаемо. По сути, это местный аналог дяди Бена. Все думали, где же все-таки дядя Бен, и предполагали, что это вроде как, допустим, изначально это Тони Старк. Потом, что это Мистерио, то есть он тоже становится как бы преемником, но злодеем. И вот теперь все-таки Марвел раскрывает карты, понятно, что дядя Бен тут это тетя Мэй. Она говорит фразочку о великой силе и великой ответственности. Тоже приятно, все на этом моменте там... И потом она умирает трагически. И появляется какое-то некое взросление Человека-паука, и с этого момента фильм начинает казаться уже чуть интереснее, сразу чуть взрослее. Кстати, там был забавный мем, я вот его пропустил, где Вильям Дефо, перед тем, как они идут делать все вот эти вот штучки, приборы, чтобы вылечить суперзлодеев, он говорит You know, I'm a little scientist myself. То есть, что в переводе означает, знаешь, я и сам немного ученый. Ну, кто загуглит этот мем, я думаю, вы его знаете из первого Человека-паука. Это я немного ученый сам. То есть, ну, просто прикольный момент, который я хотел отметить. После этого же Нед, который у нас потихоньку начинает обучаться колдовству, так как Питер украл для него кольцо Стрэнджа, когда они сражались с ним, начинает крутить порталы и говорит, что хочу увидеть Питера Паркера. И что вы думаете, друзья? На этом моменте появляется первый Человек-паук из другой вселенной, и это Эндрю Гарфилд. Какая была реакция! Да, просто нереально. Все орали! Очень громко вот на этом моменте. Короче, появляется другой паук, Эндрю Гарфилд. После этого он еще раз крутит. Ну, и я думаю, вы тоже уже знаете, кто появляется. Появляется Тоби Магуайр. Из вселенной Сэм Рэйми, то есть первой трилогии Человека-паука. Тут как-то было потише, да и он, в принципе, вернулся без костюма. Но это было классно, вот скажу, со стороны эмоций, ощущений, мне очень понравилось. Это было, скажем так, оставило вот такое воспоминание из детства, и оно как бы... Злодеи не то, вот когда появляются еще два Человека-паука на экране, сразу становится прикольно. Они утешают Питера, и начинается подготовка к глобальной драке с целью излечения всех злодеев. Хотя у Питера, понятное дело, на душе огромная травма от потери тети Мэй. Давайте теперь вот что, если драку мы не будем, наверное, полностью разбирать. Там, понятно, ничего не происходит. Там опять клоунада какая-то с ящером. Ну, Песочный Человек, как я уже и говорил. Непонятно, почему вообще объединяется с Электро. Электро, понятно, Электро просто хочет... Я крутой, я крутой. Они, кстати, переделали вот злодеев, да, в том плане, что... Некоторые злодеи, если Электро был таким прыщавым, скажем так, задротом, то в этой вселенной он появился с изменениями. То есть у него он там, ну, подкачанным, у него хорошее тело, и он вообще, в принципе, не электричество, как он был во второй части, не чистая энергия. С Доктором Сминогом, в принципе, можно сказать, тоже произошли какие-то изменения. Единственное, кто остался без изменений, я бы сказал, что это Вильям Дефол. Он очень похож на себя из Человека-паука с Тоби Магуайром. И даже по внешности, несмотря на то, что прошло порядка 20 лет, он остался точно таким же. Кстати, еще из забавных там отсылок, во время, естественно, обсуждений и подготовки к драке, Тоби Магуайр стреляет паутины просто из рук. Наши же два Человека-паука, Андрю Гарфилд и Том Холланд стреляют из катриджей. И они, естественно, спрашивали, каким образом это происходит. Далее они обсуждали, с кем сражались самые, типа, сложные соперники. Если честно, не помню, кого сказал Тоби, но Эндрю Гарфилд показался на них в фоне реально вот самым слабым в плане ощущений. Он сказал, что он боролся с чуваком в костюме носорога. То есть, ну, тут отсылка на носорога. Питер же рассказывал, вроде как, наш Питер, Том Холланд рассказывал про то, что он дрался в космосе с Таносом и так далее. Там же еще выясняется во время драки, что он Мститель, а во вселенной Тома Холланда и Эндрю Гарфилда Мстителей вообще не существует. То есть, тоже такой любопытный аспект. Ну и во время драки начинается экшен, в результате которого MJ, она Мишель Джонсон, если что, то есть это не Мэри Джейн, если кто не знал, падает. И тут вот прям момент, который я ждал сам 100%, Том Холланд прыгает за ней. В смерти, если что, как бы само падение такое же, как Гвен Стэйси из второй части с Эндрю Гарфилдом. Том Холланд прыгает и не может ее спасти. И в этот момент прыгает Эндрю Гарфилд и спасает ее, как он не смог спасти Гвен. Это было шикарно, это было трогательно, мне очень понравилось. Зал тоже закричал на этом моменте. Ну и потом идет драка с Зеленым Гоблином, где Питер в ярости его хочет убить, но его останавливает Тоби Магуайр, более взрослый и старый человек, у которого потом протыкает Зеленый Гоблин. Я же думал, ну вот, вот она еще и смерть, еще одна такая значительная. Но нет, оказывается, он просто выживает после этой драки, его проткнул Гоблин и все. И Дебайон, все окей. Но, тем не менее, начинает разрываться какая-то мультивселенная, и Доктор Стрэндж говорит, что прорываются все вот воспоминания и злодеи, которые сражались с Питером. На что Питер говорит, что ладно, давай мы сделаем так, чтобы все забыли, кто я такой. Вообще все. Доктор Стрэндж говорит, ты понимаешь, что это будет я, а мы тетя, не тетя моя, тетя моя уже нет, мы М.Джей, Нэнд. Он говорит, да, соглашается на это, и Доктор Стрэндж кастует это заклинание. Там далее идет, пока он еще его в процессе это делает, трогательная сцена прощания с Мэри Джейн и Нэдом, прощание двух пауков, уже олдов, старичков. И, в принципе, весь мир забывает, кто такой Питер Паркер, и все возвращается на круги своя. И в этом моменте ты, вот я хочу с вами поделиться, ты начинаешь понимать, что на самом деле все те три фильма, которые, два точнее, фильма, которые были до этого, это был разогрев. И вот оно, концовка этой трилогии, это и есть начало пути Человека-паука. Он меняет свой костюм, он поселяется один, у него никого нет. Он вроде как заходит к Мэм Джей, и ты видишь, что он ее, она его, ну, может быть, как-то отдаленно узнает, потому что он говорит слова, которые она знает, но он не раскрывает ей свою личность. Аналогично идет с Нэдом, то есть Нэд тоже не знает. И он вылетает из дома на другом уже костюме, другого цвета, не вот черного и красного, как это было, а красного и синего. И он, в принципе, становится уже классическим Человеком-пауком в нашем понимании, каким мы его представляем. То есть, по сути, можно сказать, что Марвел именно вот в конце третьего фильма, они создали этого персонажа. Они сделали его, они дали ему мотивацию, они сделали его настоящим Человеком-пауком, в отличие от того безответственного пацана, который все это время был в фильме, в фильмах предыдущих. И мне это понравилось, мне это понравилось, и теперь это оставляет абсолютно огромное количество возможностей для них. С учетом сцены после титров, о ней поговорим сейчас уже совсем скоро. Оставляет огромное количество возможностей и непоняток для фанатов, что же будет дальше, потому что на данный момент ничего не понятно. Они могут пойти любым путем, они могут пойти путем Мистера Негатива, путем Венома, путем Стервятника и Скорпиона, которые сидят до сих пор в тюрьме. Но опять-таки они все забыли, кто такой Питер Паркер, поэтому это не актуально. Подводя итоги, хочу сказать, что очень жаль, что не раскрылся Нед Лидс, как какой-то потенциальный хоп-гоблин, да, потому что все друзья Питера Паркера, даже они в фильмах об этих сами говорили, становились злодеями. И Нед это тоже услышал и побоялся. Ну, жаль просто, что никак не показали его, он все-таки действительно сбросил вес, могли хотя бы какую-то, может быть, альтернативную версию Неда показать на глайдере, было бы прикольно. Это не более чем для меня фан-сервис. Ну и, наверное, все. Вот такой вот фильм, мне он понравился, повторюсь, зал кричал. Я не кричал, я просто смотрел, потому что я как-то, я люблю эмоции больше испытывать, мне было приятно, что все остальные кричали. Давайте разберем сцены после титров. Сцена после титров самая важная в киноселенной Марвел, все мы это знаем. И первая сцена, 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 показывает нам Эдди Брока, который сидит в баре и обсуждает, что типа есть железный человек, какой-то Танос там уничтожил половину вселенной. И он говорит, да, было бы неплохо, наверное, встретиться с Человеком-пауком. И все такие, еее, Веном теперь в киноселенной Марвел. И потом он исчезает. И все такие, м-м-м. А потом на столе показывают еще один момент. Остается маленький кусочек симбиота. И вот тут я понимаю, и все такие снова, еее. И тут я понимаю, что они вот в этом плане сделали очень правильно. Потому что Веном Сони, он получился такой карикатурный и добрый. Он, в принципе, положительный персонаж. И вообще-то во второй части он, в принципе, ничего плохого не сделал. И данным способом они, так как уже изначально перелопатили лор, да, они сделали вот становление Человека-паука в этих трех фильмах. И, по сути, им надо было как-то переместить симбиот в эту вселенную. Ведь он уже есть у них в Сони вселенной. И делать тут какой-то вот этот космический шаттл классический, который принес симбиота, это уже обыденно и никому не интересно. Поэтому они поступили таким способом. Они перенесли симбиот из одной вселенной в другую. И оставили его капельку. И поэтому теперь будем ждать появления Венома. И я надеюсь, что Венома-злодея, который там изначально может прикрепиться к Питеру, а потом найдет себе своего Эдди Брока. Хотя жалко, Том Харди, в принципе, неплохо подходит на эту роль. И как злодей он тоже бы хорошо смотрелся. Ну и вторая сцена, про нее коротенько, потому что она, в принципе, не относится к Человеку-пауку. Вторая сцена, по сути, является трейлером второй части Доктора Стрэнджа. Доктор Стрэнджа 2 в мультивселенной Безумия. Там мы видим много новых персонажей. Я точно заметил Америку Чавес. Точно заметил, ну, Ванда была. Сам Доктор Стрэндж. Потом появился Шумагорат. Это с глазом такой пришелец большой. Новый облик Барона Мордо. Это... Сейчас, чтобы мне... Эчьявель... Как-то не помню. Чьявель Христофор. Вроде так как... Ну, это был Морд из первой части. Да, ученик второй старейшины, который потом в конце встал на путь злодейства. И вроде все, да? Я перечислил. А, и потом еще появляется в конце темный Доктор Стрэндж, который был, в принципе, в мультике What If. Вот в недавнем... Наверное, это он. И начинается, по сути, эта новая заварушка с мультивселенными. То есть, в принципе, последствия Человека-паука, они, скажем так, не прошли даром. Вот так вот. Как-то так. И завершая свой обзор, было очень приятно увидеть какие-то моменты, особенно там Чарли Кокса, Старых Паучков. Но повторюсь вот. Мне не очень понятны злодеи. Я вам... Они классно, может, какие-то сделаны, да? Но им не хватает той мотивации, которая была в первой части у Стервятника. Которая была во второй части даже у Мистерио. Им ее просто не хватает. Они здесь как фан-сервис. Ты на них смотришь, ты, да, вспоминаешь, если ты смотрел эти фильмы, что они такие были. И все. И все. Больше ничего. Они забавные и не злые даже, я бы сказал. И вот действительно только Гоблин Дефо, он вызывает такую вот... Ну, не дрожь, но действительно видно, что он опасен. Что он опасен. Как-то так, друзья. Если у вас остались какие-то вопросы, то не стесняйтесь, смело задавайте их в комментариях. Повторюсь. Не спалерите себя, если вы не смотрели этот фильм. Ну, вы не должны тогда смотреть этот обзор. И сейчас меня слушайте. Если вы смотрите это, слушайте эту заключительную часть. Поэтому давайте обсуждать, задавайте мне какие-то вопросы. Если хотите, пишите их в Инстаграме, пишите их в Дискорде, пишите их здесь в комментариях. Я буду рад на все ответить. Вот такое вот получилось мнение слэш-разбор фильма. Если хотите что-то узнать более детально и видеть такие обзоры в дальнейшем, обязательно сообщайте. Большое вам спасибо за просмотр. С вами был Поречка. И до скорой встречи на просторах всемирной паутины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова